Всем бугугашечки, друзья и гости моего канала, конечно, Нептун здесь, рубрика сегодня инди-ужастики, наверное. И сегодня мы поговорим об одной очень любопытной теме, теме закулисья, то есть бэкрумс. Вообще не думал, что я буду снимать видео по этой игре и вообще по этой теме, скажу даже больше, я вообще не знал об этой теме до сегодняшнего дня. Просто потому, что у меня в комментариях очень часто начали появляться сообщения, типа, Нептун, поиграй в бэкрумс, Нептун, поиграй в игры по тематике закулисья и так далее. Я такой сижу и думаю, что такое бэкрумс вообще? Но раз часто стали писать, значит эта тема, наверное, сейчас популярная и нужно ее мне немножечко изучить. И вот я полез в гугл, полез изучать матчасть и реально кое-что я для себя открыл, совершенно новое. И сейчас я постараюсь вам вкрас и объяснить вообще, что такое закулисье, с чем его едят, как это связано с играми и вообще с игрой, в которую мы будем играть. В общем, закутывайтесь в одеяло, берите чай и давайте пугаться вместе. Бэкрумс. Закулисье. Это относительно свежая крипипаст, хотя ей уже, наверное, несколько лет. Не знаю, почему сегодня такой бум поднялся, потому что официально, судя по всему, она родилась аж в 2019 году. Что же такое бэкрумс? Закулисье это некая реальность, скрытая за нашей реальностью, куда очень неудачливые люди могут совершенно рандомно попасть. Ну или провалиться. Место довольно пугающее и относительно странное. Вот представьте, вы идете на работу по своим делам, просто делаете какие-то обычные повседневные дела, и внезапно чувствуете, что вокруг вас все начинает меняться, происходить что-то странное. И вы порой можете буквально провалиться сквозь пол. Ну или зайти за стенку. И вы окажетесь в закулисье. Месте, скрытой от нашей реальности. Как бы существующая параллельно за нашей реальностью. Эффект очень похожий на игры, когда игрок проваливается сквозь текстурки и, знаете, начинает просто летать в этом пространстве пустом, либо бесконечно падать куда-то вниз. И это место за игровой реальностью тоже не менее интересное и загадочное. И вот в нашей реальной жизни есть тоже какое-то место, это закулисье, куда мы можем нечаянно попасть. Можно сказать, что закулисье это баг реальной жизни. И всем, кому не посчастливилось попасть в это закулисье, вынуждены бродить там порой целую вечность, так как выхода там найти практически нереально. Хотя до нас доходят некоторые фотографии и описания того, что происходит в закулисье, насколько мне известно, нет никаких фактов и подтверждений того, что люди его прошли и смогли выбраться обратно в нашу реальность. Вообще, эта крипипаста, как я уже упомянул, появилась в 2019 году, насколько я знаю, в одном тренде на Фурчане. Там была тема, где люди скидывали разные картинки, вызывающие у людей тревогу или какую-то опасность. И вот туда какой-то аноним скинул картинку именно закулисье и приложил к ней краткое описание. Если не проявить достаточной осторожности и выпасть из реальности, то можно оказаться в закулисье, где не будет ничего, кроме затхлого запаха ветхого ковра, безумия желтых обоев, бесконечного невыносимого шума люминцентных ламп, а также 600 миллионов квадратных миль случайным образом совмещенных пустых комнат. И упаси вас, Господь, услышать, как кто-то бродит рядом, ведь это самое что-то уже наверняка о вас знает. И тут началось. Само по себе описание очень четко влияет на подсознание читателя. Взбудоражив всю фантазию человека, мы представляем себе все самое необычное, жуткое, необъяснимое, непонятное. Вы только представьте 600 миллионов квадратных миль. Это же практически бесконечность, созданная из пустых комнат с этими непонятными желтыми обоями. Мозг сразу рисует какие-то совершенно дикие вещи в голове. И эта тема людям зашла. Крепипаста начала обрастать разными новыми уровнями. Люди начали находить очередные помещения в этом закулисье, все это дело описывать. И тема стала очень похожа на другую крепипасту, SCP, помните, да? Только в SCP были описаны объекты и их содержание. Объекты были от безобидных до совершенно опасных. Прописывалось все очень натурально и реалистично. Но в случае с закулисьем описывались не объекты, а именно уровни. В настоящий момент все выросло там, по-моему, до тысячи разных уровней. А то, что изначально было за кулисьем, вот эти вот желтые обои и комнаты, все это стало лишь уровнем самым первым, нулевым. Куда и попадают новички. В нем нам предстоит просто бегать, изучать эти помещения, и не попасться какой-то странной сущности, о которой говорилось в описании. Шанс там кого-то встретить в этом уровне ноль крайне-крайне мал. Представьте себе миллионы квадратных миль, и чтобы два человека или человек и сущность встретились в одной точке, ну, очень крайне малый шанс. И за большой площади люди порой не находят оттуда выходы. Хотя он вроде как там есть, и можно перейти на следующий уровень. И тогда же в далеком 2019 году выходит компьютерная игра. То есть Backrooms Free Game, в которую мы сегодня и будем играть. А игрушка посвящена именно самому первому уровню, то есть уровню ноль, все эти комнаты с пресловутыми желтыми обоями и этим затхлым ковром. Наша задача будет, видимо, найти выход, или просто изучить помещение, и не сойти с ума от этого жуткого и раздражающего звука ламп. В настоящий момент есть даже сайты, посвященные описанию разных уровней в этом закулисье. Уровень ноль мы с вами уже более-менее разобрали, и сейчас мы в него поиграем. Но вот, например, уровень один. То есть если мы из нулевого уровня найдем выход и попадем на уровень один, то он из себя представляет огромный просторный склад с бетонными полами и стенами, торчащими всякими арматурами, и там еще есть туман, источник которого никто не может найти. На стенах этого склада порой появляются небрежные рисунки, не имеющие смысла, и происхождение которых неизвестно. И в отличие от нулевого уровня, здесь есть несколько сущностей. Например, здесь можно встретить сущность Безликий. Также сущность Кожекрат. Ну и сущность Гончии. Довольно жуткий кадр был снят теми, кто, видимо, увидел эту сущность в реальности и попытался от нее убежать. Если кому-то посчастливилось найти выход из уровня номер один, он попадает на уровень номер два. Уровень два преимущественно состоит из серых бетонных и служебных тоннелей, тянущихся на миллионы миль. Представляете, еще более мрачный, скорее более темный, тоннельного типа, замкнутые пространства, клаустрофобия миллионы миль. Как же там найти выход? Ну и там, соответственно, есть и свои жуткие сущности. Уровней сейчас в настоящее время очень много, но изучена только их, наверное, первая часть, так как попасть на более дальние уровни практически невозможно, и люди просто блуждают в вечность и умирают в этих тоннелях. Ну вот, например, уровень пять. Это бесконечный гостиничный комплекс или отель с множеством комнат и залов. Причем этот уровень очень загадочен и печально известен своими странными звуками. Например, за стеной порой можно услышать далекий шум вечеринки. Причем люди сообщали, что они чувствуют, будто на уровне за каждым углом за ними наблюдает незримое присутствие. В отчетах упоминались бессвязный шепот, что слышится позади, или как будто что-то дотрагивается до твоего плеча, когда человек находится там один, и кажется, что картины как будто наблюдают за людьми. Или вот, например, уровень семь. Он состоит из двух областей. Первая область это холл, а вторая область это главный зал. В холле, который по сути является входом на уровень семь, там просто комната, в которой есть какой-то шкаф с непонятными книжками, небольшой кофейный столик, один стул и лампа, что примечательно, ковер покрыт примерно 5-сантиметровым слоем воды. Но при этом главный зал уровня номер семь это просто, черт возьми, бескрайний океан, в котором, судя по всему, обитает лишь одна единственная сущность, которая всех там поубивала и поглотила. Поэтому лучше под воду там не нырять. Учитывая, что вода, судя по слухам или по отчетам, по температуре напоминает жидкий азот, а это очень и очень холодно. В общем, зайдя в базу на сайт и прочитав все эти уровни, можно надолго залипнуть, но нас это уже не интересует. Мы сегодня будем играть в игрушку Backroom The Game, посвященную самому первому уровню нулевому. Вообще, друзья, я бы, наверное, не стал разбирать эту тему, если бы не появление игр по этой Крепипасте. Я на самом деле не большой поклонник вообще Крепипасты, у меня в основном приоритеты это именно игры. Но, если по Крепипасте, например, вот по тому же SCP, выходят неплохие проекты, это вдвойне интересно, потому что ты можешь не только прочитать, но еще и почувствовать себя внутри Крепипасты, внутри объекта обсуждения, поиграть, почувствовать на своей шкуре, каково это. Вот это реально круто. И так как по закулисью вышло несколько игр, я примерно 3-4 уже насчитал, я думаю, что я затрону эту тему, немножко ее разберу, и мы, конечно же, поиграем и попугаемся. Итак, по всему миру, как вы знаете, очень много людей пропадает без вести. Кто-то, конечно, находится, но кто-то не находится больше никогда. Ни тела, ни пылинки, ни волосочка с пропавшего человека. Куда же они пропадают? Мне кажется, что они все реально попадают в некое закулисье, где и остаются навечно. В этой игре мы будем играть роль человека, который попал таки в это закулисье. И, возможно, мы сможем найти выход, а может быть и нет. Ну что, погнали. Так, подтверждаю настройки. Проверяй часы каждые 30 секунд. Беги как можно дольше и оставайся в живых. И не смотри на это. Не смотреть на что? На это. Там говорилось, что возможно здесь есть какая-то сущность, с которой мне лучше не пересекаться здесь. Так. Да, мои господа, я в закулисье. Оба-на. Так, я не могу через этот путь пройти. Точнее, выйти. Это, наверное, то место, где-то в реальной жизни наш герой провалился сквозь пол и вышел вот из этой стены. Теперь нам нужно... Так, на тап вот можно проверять таймер, теперь нам нужно найти выход. Каждые 30 секунд его желательно проверять. Ну что, побежали? Да, все, как и описывалось в крепи-пасти. Желтые непонятные обои, ковры затхлые, влажные воняют. Гудят лампы наверху. Все очень похоже на реальные фотографии этого места. Странные звуки на заднем плане я слышу. Как будто, знаете, открываются двери, что ли, типа того. И странные пятна на потолке. Ладно. Началась моя эпопея. Ну, кстати, помещение настолько огромное, ну, 600 миллионов квадратных миль, представляете? Шанс, что я найду какого-нибудь другого беднягу, который попал в эти бесконечные лабиринты, крайне мал. О. А! О! О! Вы это видали? Какого хрена? Это была сущность? Как я ее так быстро встретил? Я думал, что я буду бесконечно... Ой, не нравится мне это дело. Тут какой-то плач появился. Боже. Мне нужно, видимо, просто чаще проверять. О, у меня что-то все поплыло, кстати. Или мне показалось? У меня реально обои поплыли. И пол, и потолок. Черт, вгребанный плач. Где-то вот там, как будто кто-то плачет. Боже, как я очканул. Так, я вернулся в начало. Пойдемте, короче, в другую сторону. В задницу. Как так получилось? Я не понимаю. Я читал, что встретить здесь кого-то, практически нереально. Так, у меня опять все поплыло. Я читал описание уровня ноль. Там говорилось, что иногда можно слышать странные вот эти вот голоса на непонятном языке. Так. Там что-то затребешало. Так. Проверяем, как... Ак! А тут еще и лампочки могут взрываться. Офигеть. Так, у меня тут что-то, короче, поплыло на экране. Смотрите, у меня исказилась реальность. Кстати, реальность на уровне ноль здесь очень относительная. есть свидетельство того, что ты можешь, например, бежать по прямой и прибежать туда же, откуда пришел. А! Боже. Че-то возьми. Двери? Или не дверь? А! Че-то меня это напрягает. Реально, у меня уже нервы на пределе. Четыре минуты, друзья. Мы все еще пытаемся найти выход. Кстати, по некоторым свидетельствам иногда очень редко, но здесь можно найти, например, лестницу, ведущую на новый этаж. На второй. Так, у меня уже все конкретно плывет. Звук сильно исказился. Ай! О-о-о-о! Ладно, я пойду в другую сторону. Тут реально можно просто сойти с ума На втором этаже, кстати, по свидетельству мочевицев По данным, которые отсылались Там вроде как Коридоры становятся более... А! Очень узкими... Э-э-э-э Э-э-э-э Э-э-э Куда свет пропал? Эй, во-во-во-во-во-во-во А! Что? No clipping beneath я провалился сквозь пол всего лишь 147 метров прошел 5 минут 2 секунды продержался 600 миллионов квадратных миль так я хочу еще вторую устроить пробежку посмотрю она будет сильно отличаться от моей 1 ради любопытства проблема в том что я просто забывал нажимать на и ухты смотрите какой длинный коридоре нашел так вот здесь скорее всего люди могут погибнуть от обезвоживания либо из того что могут сойти с ума от этих постоянных звуков страшных или галлюцинаций так ждем полсекунды подсчитали людей говорят сводит с ума звук этих ламп а еще здесь очень странные розетки они повсюду но их назначение я не понимаю кстати у меня такая идея если я сейчас найду какую-нибудь сущность я пытаюсь к ней подойти кстати заметили изначально нету вот этих вот вентиляций наверху в какой-то момент они появляются какой необычный необычный необычная сдвинутый пластинка так окей не забываем каждой полминуты нужно нажимать на часы и проверять и не забывать где я нахожусь кстати в описании этого уровня ноль говорилось о том что здесь иногда очень редко наверное но иногда можно встретить красные обои к ним настоятельно не рекомендуется даже подходить не говоря уже о том чтобы туда полностью заходить вот видите появились шахты вентиляционные я не помню чтобы они раньше вообще были ну в начале имею ввиду но не появляются постепенно потом потом начинают лопаться эти лампы эффект похожий но полный рандом это знаете игра напоминает мне лестницу и степи бесконечно помните да там спускаешься там всегда что-то происходит жуткое причем рандомно две минуты 225 но кто-то говорил что находил выход то есть здесь чисто в теории наверно можно найти выход главное не попасть этой сущности хотя по другим утверждением которые я читал говорится о том что здесь вообще нет никаких сущностей и никаких людей то есть то есть все что здесь может показаться сущностью это будет лишь галлюцинации либо это что-то ну неправдоподобное три минуты знаете это немножко напугающе напряжённо серьезно сейчас мне как-то по-моему везет немножко больше я дольше доживаю в первой попытке у меня уже в этот момент по-моему были какие-то жуткие галюники звуки плач шепот помните да эти неприятные звуки 3.32 3.32 иногда боковым зрением периферийным вдалеке можно заметить как будто что-то убегает в темноту и что-то темное как будто убегает в стены писалось о том что это всего лишь небольшие галлюцинации этого уровня ноль это какие-то темные насекомые которые убегают в стену так 170 метров я пробежал намного больше чем в первопопытке и возможно мне посчастливится найти выход так кто-то потихонечку стучит ну да я я на пяти минутах уже умер а уже четыре с половиной почти и пока еще нет таких супер спецэффектов так 4.41 так появилась какая-то сирены появилась намного позже чем это было в первой попытке жесть ну может быть я найду выход я же должен куда-то прибежать главное бежать просто далеко и бежать без остановок 5 минут у меня было 5.02 вроде бы да или около того я сейчас побил свой рекорд о глюки начались со стенами только только сейчас стук но это все лишь галлюцинации не стоит обращать внимание на эти непонятные звуки они лишь пытаются меня свести с ума бежим 264 метра не многовато если честно учитывая какое здесь расстояние совершенно дичайшее пока что нет самых страшных звуков это плач этого или разговор на непонятном языке но я уже подсознательно готов к взрывающимся всяким этим лампам так 6 минут друзья так друзья моя реальность начинает искажаться уже 8 минут черт подери я хочу надеть выход таки и лампы стали светиться ярче не лестниц не красных этих обоев ничего но все же все же все же должен же быть выход 407 метров кстати я пробежал неплохой такой результат относительно первой попытки так почти 9 минут боже что-то вообще все плохо ну что ну где выход-то в этот раз реально все немножко дольше у меня прошло 9.23 смогу ли я десяточку пробежать кто-то кашляет причем так знаете дико у кого-то пневмония просто зашкаливает так бежим-бежим-бежим-бежим что-то у меня тут все-то тряслось но я пока бегу Хе-хе-хе-хе. Ой, Лам кашляет. Как будто вдалеке. 12 минут 585 метров. Я очень надеюсь, что я куда-нибудь, блин, прибегу. Тихо, тихо, тихо. Нет. Я должен прибежать. Хе-хе-хе. Друзья, вообще есть выход или нет? 12 минут с половиной. 595 метров, друзья. Фух, вот такой вот мой результат. К сожалению, выхода я не нашел. Я не знаю, есть он здесь или нет. Но, тем не менее, на этом я думаю, что видосик можно закончить. Вот такое вот закулисье. В будущем я поищу еще игрушки на эту тематику, поснимаю их. Если вам понравилось, то поддержите мое видео пальчиком вверх. Дайте ему просмотров и лайков, и тогда я непременно буду по этой тематике снимать еще интересные проекты. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Желаю всем добра и позитива, друзья. Не проваливайтесь в закулисье. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok